Сегодня рассмотрим неприятную проблему мерцания тени от пропеллеров квадрокоптера. Солнечный свет под определенным углом, проходя через пропеллеры, попадает в объектив камеры и вызывает мерцание тени. Избежать этого можно, если отрегулировать угол наклона камеры, так чтобы проходящий сквозь пропеллеры свет не попадал на линзу камеры. Можно использовать бленду. Важно правильно работать с выдержкой. В яркий день выдержка, шаттер, автоматически выставляется в очень маленькие значения, 1,04 секунды и меньше. При коротких выдержках камера может фиксировать быстротекущие явления, например, движение лопасти пропеллера или тень от него. Видео рекомендуется снимать при выдержках, численно равных удвоенного значения FPS. Так, при FPS равном 30 кадров в секунду, выдержка должна быть около 1,6 секунды. При таких длинных выдержках движения пропеллеров не фиксируются, они как бы равномерно размазываются во времени и не портят картинку. Влиять на выдержку можно закрытием диафрагмы, а если ее нет, то следует применять нейтральные фильтры. Вот короткий фрагмент, который демонстрирует работу эндофильтра. Мерцание незаметно. Что делать, если открыли видео с дрона, а там такое? Есть способы исправить этот дефект при помощи постобработки в программе Adobe Premiere Pro. Давайте рассмотрим проблему внимательнее. Итак, мерцание тени на видео выглядит как появление темных полос, появление разницы в яркости на соседних кадрах. Что если использовать изображение из соседних кадров, чтобы удалить темные полосы там, где они появляются, заменяя эти участки на нормально освещенные виды этого же участка с соседнего кадра? На этом принципе основываются два способа, которые будут предложены в этом видео. Начнем с традиционного. Использование плагина Flicker Free. А затем рассмотрим способ, предусматривающий только встроенные возможности Adobe Premiere Pro. Тем, кому интересен только второй способ, предлагается перейти к нужному эпизоду по тайм-коду внизу в видео. Первым рассмотрим действие плагина Flicker Free. Плагин поставляется компанией Digital Energy платно. Думаю, следует его рассмотреть несмотря на его дороговизну, так как он бывает полезен для многих видов мерцания. Мерцание экранов, мерцание освещения, ускоренное видео, стробоскопический эффект и лопасти дрона. Всегда есть возможность скачать плагин для ознакомления. Итак, у нас есть пример мерцания тени. Применяем эффект Flicker Free к эпизоду. Рассмотрим параметры эффекта. Для начала выберем наиболее подходящий для мерцания от тени пропеллеров пресет. Это Rolling Band 4. Будем корректировать значение параметров вручную, учитывая два фактора. Как лучше очистить изображение от мерцания и при этом не допустить сильного размытия. Как я уже говорил, алгоритм анализируют соседние кадры. А наш дрон все-таки движется, поэтому соседние кадры могут сильно отличаться друг от друга. Их усреднение приводит к небольшому размытию. Мануал по плагину не дает четких рекомендаций по настройке параметров. Во всех случаях дает приблизительные рекомендации и предлагает тестировать разные значения для того, чтобы добиться лучшего результата. Но поскольку работа плагина весьма затратная по времени штука, то лучше все-таки иметь представление о параметрах. Итак, первый параметр Sensitivity. Значение параметра устанавливается в зависимости от типа мерцания. Точнее, от того, какую часть кадра занимает зона изменения яркости. Например, во время ускоренной съемки мерцания возникает из-за изменений экспозиции камеры и распространяется на весь кадр. В этом случае следует выбирать большее значение параметров. В случае мерцания от тени пропеллеров затронута не самая большая часть кадра. Следует выбирать малые значения параметра, примерно от 3 до 10. Оставляем без изменений. Следующий параметр Time Radius. Задает количество кадров для анализа вперед и столько же кадров назад относительно текущего кадра. Большое количество кадров делает удаление мерцания более качественным, но может вызывать размытие. Особенно в движении. Кроме того, большое количество кадров для анализа требует больше ресурсов и тратит больше времени на рендеринг. Особенно для видео в большом разрешении, в таком как 4К. Мануал рекомендует устанавливать для нашего случая значение 3-4. All Channels. Анализирует красный, зеленый и голубой каналы отдельно. Рекомендует не выключать данный параметр. Crash Hold. Или полоса пропускания. Определяет какой процент освещенности перехода от светлого к темному. Считать мерцанием. Если мерцание вызывает потемнение на 50%, следует устанавливать значение параметра от 10 до 20%. Нужно задавать более высокое значение, если речь идет о мерцании флуоресцентных ламп. Слишком высокое значение параметра вызывает размытие. Для мерцания тени пропеллеров оставляем значение 20%. Detect Motion. Или обнаружение движения. Указывает алгоритму фильтра, что нужно учитывать движение камеры. Предотвращает возникновение размытия и ореолов свечения над движущимися предметами в кадре. Также может и ухудшить качество удаления мерцания. Мануал предлагает тестировать в двух режимах – включенном и выключенном. Так как коптер движется, то устанавливаем этот параметр. Мануал рекомендует удалять мерцание тени пропеллеров за две итерации работы фильтров Flicker Free. Шаг первый. На основе пресета Rolling Bands 4 проверим работу детектора движения. Запускаем рендеринг и смотрим результат. Теперь без определения движения. С установленным детектором движения получается более четкое изображение. Но устранение мерцания лучше без него. На первом этапе убираем этот чек и выставляем следующее значение параметров. 3, 3, 10. Запускаем рендеринг. Мерцание уменьшено, но не полностью. Продолжим во второй итерации. Используем вложенную секвенцию. И применим фильтр Flicker Free ко внешней секвенции. И на этом этапе установим новые значения параметров. 3, 10, 70. И установим чек обнаружения движения. Светокоррекцию и другие видеоэффекты следует запускать после работы Flicker Free. Смотрим результат и сравниваем с изначальным. С фильтром Flicker Free закончили. Теперь попробуем решить эту проблему похожим способом, но без установки дополнительных плагинов. Будем использовать тот же подход с соседними кадрами. То есть будем накладывать соседние кадры друг на друга и использовать специальные методы смешивания для устранения темных пятен. Расположим эпизод на таймлайне в нулевой отметке. Еще раз рассмотрим мерцание тени. Видите, на одном кадре есть темное пятно, а на следующем кадре в этом месте нормальное освещение. Тень может появиться в другом месте. Скопируем эпизод и расположим его выше. Также сдвинем его начало на один кадр. Применим режим смешивания Lighten. Это режим замены светлым. Такой алгоритм смешивания сравнивает пиксели на слоях и оставляет наиболее светлый из них. Посмотрим работу алгоритма на кадре с тенью. Я выключу верхний слой и оставлю первоначальный эпизод. Видим кадр с тенью. Включаю верхний слой и тень растворяется. Но если верхний эпизод расположить на таймлайне без сдвига на один кадр, то кадры полностью совпадут и алгоритм смешивания Lighten из двух одинаково темных пикселей выберет темный. Верну сдвиг в один кадр. При сильных тенях одного слоя для смешивания может быть недостаточно. Размножим футаж еще раз и расположим его выше других двух. Также со сдвигом в один кадр относительно второго, то есть ступенькой. Опять установим режим смешивания Lighten. Надо помнить, что чем больше кадров участвует в смешивании, тем больше будет размытия, особенно при быстром движении и резких разворотах квадрокоптера. Поэтому восстанавливать следует только плавные, красивые эпизоды, которые было бы жалко выкинуть. Ну давайте далее. Результат от смешивания слоев пока недостаточен. Мерцание все еще есть, хотя и значительно уменьшенное. Приступим к следующему шагу. Для этого создадим вложенную секвенцию, назовем ее Path1. Создадим и положим копию секвенции Path1 выше оригинала, также со смещением на один кадр. На первом этапе использовался режим смешивания, ведущий к осветлению кадра. Теперь же используем обратный алгоритм Darken или лучше Multiplay. Полученный результат может быть слишком темным, поэтому применим методы цветокоррекции. Уменьшим тени, сгладим черный цвет, добавим яркости в подсветке и так далее. Смотрим результат и сравниваем с изначальным. Мерцание почти полностью исчезло. На этом все. Буду признателен, если напишите в комментариях, удалось ли вам победить мерцание. Какие при этом ставили параметры. Подписывайтесь на канал и спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok